Это скала в Плея-Деменинских столбах, вторая по удаленности. Раньше сюда была хорошая протоптанная тропинка, но относительно хорошая протоптанная. Временами она терялась между деревьев, в траве, но по ней можно было спокойно идти, понимая куда ты сейчас выйдешь. И она даже отмечена на картах. А сегодня эта отмеченная на картах тропинка выглядит вот так. Уссурийский полиграф и ветровалы сделали свое дело. Можно утверждать, что фактически тропы больше нет. И если вы здесь никогда не ходили и у вас нет в голове компаса и вы не знаете куда идти, я не советую соваться в эту лесную чащу. Скорее всего вы очень сильно устанете, вымотаетесь, но так и не дойдете к заветной цели. Однако на скалу домашняя можно попасть от брода через речку Лиственная, если штурмануть гору резко вверх. И если вам повезет и вы знаете где начать свое движение, вы найдете тропиночку. Тоже идущую, петляющую среди завалов, иногда теряющуюся, но более внятную и различимую, чем ту тропу, которая идет от первого столба. То собственно говоря, в этот раз мы и сделали. Если поднимаясь в горы вы видите вот такие останцы, значит вы на верном пути. Тропиночка как раз идет мимо них. Ну а гора достаточно крутая, будьте готовы попыхтеть. И если вы сомневаетесь в своей физической форме, то лучше сюда не соваться. Однако эти труды будут вознаграждены сверх всяких ожиданий. Скала домашняя представляет собой огромную каменную стену, протянувшуюся на много метров. Не такую высокую, как галерея, но при этом не менее живописную. И заходить на нее лучше с северной стороны. Мы бросили свои рюкзаки у подножья и начали восхождение на эту несложную скалу. Ее можно пройти по всей длине по ее вершине. Но для этого у вас все должно быть в порядке с вестибулярным аппаратом и координацией движения, потому что бабахнуться с нее так же легко, как и на нее залезть. Это я не пугаю, это я просто предупреждаю. На южной стороне этой скалы есть оборудованное место под стоянку, плюс-минус костровое место. С бумажной табличкой костры не разжигать, которая время от времени обновляется егерями. В принципе здесь можно поставить палатку, переночевать, насладиться романтичным закатом, потому что скала находится на западном склоне сопки. И заказ здесь играет во всей своей таежной красе. Но только есть одна маленькая проблема – вода далеко внизу. Поэтому если какой-то безумец решится здесь поставить палатку и переночевать, ему нужно нести с собой будет весь запас воды на все время, которое он здесь будет, чтобы не тратить два часа времени и много физических сил, чтобы сходить туда-обратно по схлону за необходимым количеством воды. Я никогда не понимал, чем манит меня эта скала, и почему она называется домашняя. Ведь отсюда не открываются такие красивые виды, как с других скал. Но однако же, здесь от чего-то очень уютно и чувствуешь себя как дома. Если знать с какого места и куда смотреть, то вдалеке можно разглядеть гору Парус. Именно от Паруса мы сегодня и пришли по пути на электричку домой. Скалу домашней невозможно показать во всей своей красе, если ты смотришь через объектив камеры, потому что камера не передает даже того, что видит человеческий глаз. Облуждая вокруг по земле в ее лабиринтах и закутках, очень хочется увидеть всю эту красоту с высоты птичьего полета. Этот потерянный в сибирской тайге гигант постоянно манит к себе, особенно когда ты знаешь, что ты проходишь мимо, и он остается где-то в стороне. Сюда мало кто заходит по причине его трудной доступности. К этой скалине от указателей, а про тропы я уже все сказал в начале. Но в этот раз мы мимо пройти не могли, несмотря на то, что тропы практически утрачены, погреблены под завалами деревьев, которые упали от ветровала. Это в принципе было несложно, потому что я здесь ориентируюсь и без карты, и без компаса, и без тропинок. Опыт хождения по тайге приучил ориентироваться по рельефам местности и положению солнца на небе, даже если оно скрыто за тучами. Это причудливое сплетение корней является для нас своеобразной фотозоной. Это съемка 2015 года. Сосна слева еще зеленая, она только что упала и облокотилась на эту скалу. А вот так выглядит уже эта сосна в 2021 году. Все вокруг меняется, и только скалы остаются неизменными. Говорить об этом можно долго, но лучше один раз прийти и посмотреть, и потом захочется туда возвращаться еще, еще и еще. Ну а нам пора на электричку, которая отвезет нас домой. Возвращаться мы будем по условной тропинке, которая была раньше, а теперь ее нет. Она была показана в самом начале этого ролика. А начинается она от этого столба, который стоит рядом со скалой Домашняя. И когда меня кто-то из моих попутчиков однажды спросил, как этот камень называется, я сказал, что это сын скалы Домашней, который решил жить отдельно. Через несколько часов мы выйдем к электричке, и она привезет нас домой. В город. В город, где люди нам покажутся очень странными и неприспособленными к реальной жизни. Но это нам только покажется после трех суток в лесу. Но мы точно будем знать одно. Все, кто здесь побывал, не сможет точно ответить на вопрос, где его дом. Здесь, в городе. Или там, возле скалы Домашняя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...